Сейчас будет софт. То есть для начала давайте еще раз вернемся к вопросу, чтобы закрыть тему с применением Spark немножечко, поговорим чуть о пайплайне. То есть есть несколько способов использования. Первый — это у нас источник данных, там Kafka. Данные падают в HDFS, потом делается трансформация данных Spark, там какие-то преобразования, и потом там же делается machine learning. Ну то есть это если вы уже так достаточно накачались, и все вы можете сами сделать легко. Но на самом деле так часто не нужно делать. Потом уже в production эта моделька уходит. Можно по софтовому. Когда есть источник данных, там все в HDFS, потом в Spark вы делаете тот же самый transform, потом делается sample. И часто так можно сделать. Вот вы сэмплируете, потом вы уже делаете machine learning на Aero или на Python. Это в каком-то смысле более здорово, и ступенька пониже, и дается легче. И начинать я рекомендую вам, наверное, с софтового варианта, когда вы будете что-то сами делать. Ну вы меня как-то должны спросить, типа, а где, вот в чем, берете идею, открываете, в идее пишете, потом эти джобы где-то запускаете. А как с этим работать? То есть там есть черный экран, безусловно, есть консоль, и консоль моя любимая, но я не считаю, что она должна быть и ваша любимая. Она слишком черная может быть для вас. Для меня вот нормально, я могу так говорить, могу сказать слово черный, а вам, может, и не очень. Поэтому есть, конечно же, то, что вы любите, всякие графички. Вот есть что-то похожее на Юпитер, называется Цепелин, и тут можно строить графики, делать запросы прямо в Spark. Это такой себе нормальный ноутбук, к которому вы привыкли. И все это, безусловно, для Spark есть. И даже к Юпитеру можно присоединить Spark, если очень-очень хочется. Но лучше вот Цепелин, наверное, там все как-то попроще. Теперь давайте поговорим про датамайнинг. Вот наша задача. То есть я не буду сейчас… Никакого кода здесь не будет. Сейчас я буду рассказывать про то, что можно сделать без машин-ленинга, если у вас есть голова, и даже если у вас нет головы, но есть руки. И, собственно, мы рассмотрим реальные кейсы больших данных. То есть человек пришел, пол-возраст не указал и продолжает пользоваться социальной сетью. Что делать? Почему это важно? Важно, потому что, если вы хотите показать ему рекламу, он сказал… На самом деле девушка, она решила не указывать свой день рождения, и таким образом еще и забыла указать пол. Поэтому, конечно же, она там девушка 25, допустим, из города Рязани. А мы-то о ней думаем, что она мужик. 1970-го. То есть вы понимаете разницу, да? И я рассматриваю именно этот кейс. Я не беру кейс, когда суровый и бородатый мужик притворяется 15-летней школьницей, у него фотография 15-летней школьницы, и он ведет себя так, как 15-летняя школьница. Вопросы гендерной неопределенности и такого вот консистент поведения мы, безусловно, не рассматриваем. И рассматриваем только кейс, связанный с некоторыми ошибками ввода. То есть что делать? Ну вот на самом деле две разные задачи. То есть мы оцениваем возраст и оцениваем пол. То есть оценка возраста, тут, конечно же, вот анализ социального графа в полный рост. Вот оценка пола, мы посмотрим на это с разных сторон. И как раз мы посмотрим на плюсы, на минусы каждого подхода. Довольно быстро. Ничего сложного в этом нет. Но интересно. То есть анализ социального графа. Потому что социальный граф все представляют себе, как это выглядит в социальной сети. Да, вот именно так это и выглядит. То есть это список смежности. Все знают, что теорию графа все проходили? Или как? Нормально с этим? Ну хорошо, значит. Это просто список смежности и ребра графа. Вы понимаете, что может быть случай, когда есть ребра и есть дуги. Все знают разницу. То есть дуга имеет направление, а ребру нет. То есть граф может быть направленный, ненаправленный. Так вот, у нас в одноклассниках он на самом деле ненаправленный. То есть отношение дружбы является симметричным. А в Твиттере, как вы знаете, наверное, это не так. И вот нужно понимать, держать в голове. Хотя все, что я сейчас говорю для этого кейса, с некоторыми, наверное, допущениями можно применять и для случая направленного графа. Значит, что такое метка ребра? Метка ребра — это битовая маска, в которой могут быть установлены некоторые биты, а могут быть и не установлены. Например, там могут быть какие-то биты, связанные с тем, что родственники, могут там братья-сестры, родители и всякое такое. Вот на самом деле этого довольно много. Давайте мы посмотрим, какой-то пример. Вот еще давайте введем некоторые понятия, называется граф пользователя. То есть это локальный кусок графа. То есть будем более точны. То есть это граф, индуцированный деревом с корнем вершины пользователя. Все понимают, что это такое. Вот есть такая звездочка друзей от пользователя. Если мы достроим социальный граф между этими пользователями, то мы получим граф пользователя. Ну, то есть выглядит примерно так. Сережа, у него там есть девушка, друзья, Дима, Лена, Саша, папа, мама еще есть. Очень типично для одноклассников на самом деле. Сразу то, чтобы мифы какие-то развеять, вот про то, что там какая аудитория, вот я говорю про возраст, ну вот там в одноклассниках люди пожилые там, или там, не знаю, там мамы. Ну нет, это не совсем правда. То есть это и правда, и неправда одновременно. То есть сдвиг, наверное, по сравнению с ВКонтакте есть какой-то, но не очень он интересен. То есть это какие-то аудитории не сильно старше. Но что интересно, и, наверное, о чем можно сказать, показать картинку не могу. У меня нет такого дозволения специального распределения возраста. Но скажу, что распределение трехмодальное. Все знают, что это такое. Ну, то есть у нас есть и между модами расстояние в 20 лет. То есть все поколения. И это довольно круто на самом деле. То есть это очень большое подспорье для анализа. Вот. Это чтобы все вопросы ушли сразу на эту тему. Так вот, давайте дальше. То есть как мы будем анализировать? Вот нам нужны локальные свойства графа. И вот мы из них что-нибудь достанем. То есть на какие локальные свойства вы знаете? Количество друзей. Это степень вершины. Правильно? Есть количество связанных компонентов. Количество треугольников. Количество треугольников, оно важно, например, в оценке, когда мы спамеров ищем и ботов. Вот там это влияет. Количество друзей. Ну, вообще полезная вещь. Теперь давайте сообразим. Вот возраст. То есть интуитивно понятно, что возраст каких-то наших друзей должен нам что-то говорить про возраст самого человека. Правильно? Вот вопрос как? Вот это хороший мотивационный пример. Вот есть некоторый Сережа. Да, я надеюсь, что Николь Сережа не смотрит трансляцию и не думает, что это про него. Нет, это абстрактный Сережа. Значит, смотрите, вот у него есть какие-то одноклассники, два из которых 1989 года рождения. Вот у него там девушка 1986, ну старше, ладно, не вышло, но бывает. Ну вот и родители там где-то, 65-63. Ну допустим, то есть это довольно случайные цифры. Что можно сказать про Сережу сразу? Что да, велика вероятность, что он 1989 года рождения. А вот мы знаем, что, допустим, родители, они в другой категории? Нет, мы знаем, мы точно знаем, потому что у нас помеченные связи. Это просто мотивационный пример, и связи помечены. То есть все интуицию эту схватили, да? Теперь давайте попробуем ее обработать и привести ее в какой-то такой цифровый вид. Так, понятно, что да, одноклассники, однокурсники – это скорее хорошая фича, да? Вот коллеги скорее нет. То есть вот что значит друзей того же возраста? Давайте подумаем. Хорошо, плохо? Скорее, да, чем нет. Почему скорее, да, чем нет? На самом деле все очень просто. Далеко не все связи помечены. То есть может быть… И одноклассники, они же не просто так называются. Ну вот, наверное, в этом есть какой-то… Вот есть какой-то в этом смысл. Так вот, оказывается, что если у тебя там 10 человек одного возраста, то весьма вероятно, что они, например, твои одноклассники. Но если серьезно преподаватель… Во! Замечательный кейс! Это вот то, что нужно сразу спросить. Отлично! Это просто вот… Если бы вы у меня учились, вы получили бы пятерку. Потому что, да, это тот замечательный кейс, где это начинает работать плохо. Это замечательное исключение, да, и хорошо, что вот сразу видно, человек соображает. Правильно, да, исключение тоже есть. Но в целом хорошая фича, правда? Потому что вот я в одноклассниках своих студентов не добавляю. Хотя ВКонтакте у меня их очень много. Так получилось. Какие проблемы, значит, есть? То есть проблема с преподавателями, студентами – это так себе проблема. Она в общем объеме ничего не весит, потому что наверняка у того же преподавателя есть какая-то помеченная связь, например. Или там можно еще подгрести родителей, и там будет вообще круто. То есть мы сейчас какие-то очень простые вещи посмотрим, увидим, что это уже хорошо работает. Но основная проблема, что нет ground truth. То есть вы не можете это ни с чем сравнить и верифицировать это правильно. То есть все, что вы знаете, это то, что вот есть какое-то распределение, там есть какие-то шпильки. Вот нет, все, что вы можете сделать, это какая-то экспертная оценка. Вот так вот сходу. То есть на самом деле вы в точности не знаете, вы знаете, что какой-то процент ошибок есть. Вы ничего не знаете про то, какой это процент. Вы можете его оценить немножечко. Если вы посмотрите на график и попробуете выровнять шпильки. Это трудно, но можно. Но в целом, то есть каких-то точных данных нету, и проверять вроде как трудно. Ну и да, собственно, есть качество данных. То есть ребра не везде помечены, и это влияет. А как бы если ребра помечены, веса тысячи, конечно, побольше. Ну давайте на алгоритм хоть глянем разочек. Мы сейчас его скепнем. То есть тут нет ничего интересного. Просто мы такой вот join-join прямо и все, короче. Очень просто. Как всегда. Join-join production. Ну вот. Очень похоже на то, что мы видели. То есть одна и та же техника. Мы берем там join. Тут нет. На самом деле у friend-id здесь, конечно, это какая-то пара. Тут просто не написано. Это пара friend-id label. Вот. Или там friend-id там join us birth date. То есть тут это вот такая общая схема. То есть просто мы на нее посмотрим. Кому надо будет потом, подойдете ко мне, поговорим об этом. Сейчас ничего сложного. То есть в любом случае количество шагов не велико. Теперь давайте вот мы сделали всю эту работу. На самом деле. И у нас какая-то таблица. То есть у нас есть user-id, количество друзей, есть average какой-то по количеству друзей. Есть количество, там, не знаю, classmates. И, собственно, есть average по classmates. Есть однокурсники. Тут тоже есть average. Ну, ладно, мы даже забили болт на то, что существует ли этот average. Мы его берем в таком обобщенном, арифметическом смысле. Но это здесь можно. То есть у нас как бы не такая ситуация, где нам нужно проверять существование среднего как такового. Самое интересное, мы берем все максимальную компоненту. Размер максимальной компоненты. Максимальный компонент – это количество друзей одного и того же возраста. Ну, тут, конечно, плюс-минус год надо правильно брать. Это что-нибудь в этом роде. И, соответственно, вычисляем величину для максимальной компонента. Внимание, вопрос. То есть нужен ли какой-то серьезный мышленик, чтобы сделать выбор? Понятно, что если у нас есть там здесь число, здесь число и здесь число, эти чиселки совпадают, то, наверное, да, так оно и есть. Правильно? Если же нет, то мы их как-то по важности должны отсортировать. Ну, мы можем взять вот какой-то такой confidence ввести, ну, вот что-нибудь в этом роде. Хорошее себе число единицы минус единицы на количество друзей. То есть на количество там классмейтс, корсмейтс, неважно. Ну, можно еще хитрее поступить, то есть можно брать какие-то формулы, где какая-то статистическая значимость, чтобы там было больше десяти. Нет, самое простое. Ну, понятно, что более-менее идеологически оно как confidence вполне себе подходит, да? Ну, то есть чем больше друзей, тем больше мы доверяем этому числу. Ну, есть проблемы. Давайте вот если мы сосчитали, что мы здесь видим? Мы видим вот что. У нас, во-первых, всегда в качестве источника, которому мы больше всего доверяем, будут максимальные компоненты и есть confidence равный нулю. Ну, вот так бывает. Потому что на самом деле мы должны были подумать, ну, потому что у нас там, типа, количество друзей, например, равно единице. То есть формула у нас была какая? Один минус единица деленное количество друзей. Поэтому мы должны их как-то между собой отранжировать. Отранжировали просто, что вот одноклассники важнее, чем однокурсники и важнее, чем максимальные компоненты. Ну, вот это уже нормальные юристики. То есть с ними можно работать. И как показывает практика, никакого вот машинлюнинга здесь вообще не надо. То есть вы уже получаете себе нормальный результат. Вы как-то можете проверить, вы можете взять специальные случаи. Здесь вы точно все знаете. Вы можете, не знаю, там, максимизировать экюресси. Тоже норм. Вы можете сделать машинлюнинг более хитрый. Но надо ли вообще? То есть это еще вопрос. В принципе, эта модель достаточно, чтобы ее применить к рекламе, чтобы это работало. И никакого машинлюнинга вообще. Понятно? Вроде как просто. Сейчас еще интереснее. Теперь давайте Пол. Первое, что приходит на ум человеку, закончившему университет, особенно, например, кафедру математической лингвистики, если вдруг. Или что-нибудь в этом роде. Давайте мы сейчас. Nature Language Processing. Да, да, да. Вот в чем проблема? Проблема, это если как бы русский человек и пишет по-русски. А если он, ну, хорошо, ладно, пишет по-вахански или шугнански. Вообще вопрос, как конструкция пишет по-вахански или по-шугнански вызывает у меня какое-то внутреннее плохое ощущение, потому что ваханский и шугнанский бесписьменные языки. Ну, в принципе, там есть какая-то письменность, но она такая… Ну, ваханский какая-то проблема? Вот, поэтому я знаю, о чем я говорю. Но в целом, то есть как только появляется… Есть и всякие языки, у которых нет рода, например, или просто какие-то, про которые мало что знаем. И в результате, если мы возьмем воронку, посчитаем, попробуем, хотя бы гипотетически, то окажется, что покрытие у этого очень маленькое. И пытаться вообще бессмысленно. Ну, ладно, я молчу про privacy concerns. То есть, несмотря на то, что пользователь вроде как подписывает все, что надо подписать, когда логиниться, но это как-то не очень. Потому что вы понимаете, да, что если человек пишет что-то в постах, он обычно такую форму не использует, правильно? Всегда нужно месседжи смотреть, а это как бы не очень хорошо. Вот. И как только человек приходит с такой идеей, давайте мы сейчас делаем мейчур-мейдж-протессинг по мессенджингу. И менеджеры вот так. Тыдыщ! Просто потому, что вот не надо. Но на самом деле это не нужно просто потому, что покрытие. То есть, если попробовать впечатать воронку, сразу будет понятно, что вот вообще не надо. То есть, это будут очень-очень маленькие проценты, вы ничего про это не узнаете. По месседжерам, кратерик, вам на какие-то идеи? Не знаю, не пробовали. Вообще. Почему, наверное, читают сообщения, что и... Ну вот, лично я не читаю сообщения и почты, и не таргетирую рекламу по... Эта же задача была из рекламы, то есть, оригинально. То есть, вот я точно знаю, что никакого нейчур-мейдж-протессинга я не делал, потому что правильный консерст, ладно, да не найду ничего. Ну, то есть, мало будет, мало. Да нет, даже если робот считает, как бы, объясните, во-первых, пользователем, что это считает робота, во-вторых, просто, говорю, количественно мало информации. То есть, в принципе, мало. Там, наверное, можно по ключевым словам, да, действительно, но это другая задача, просто другая. Вот, а нам нужен пол, банально пол. То есть, зачем нам смотреть в месседжинг, когда у нас есть, черт побери, группы интереса? Ну, все понимают, да, что вот мальчики любят машинки, а девочки любят Бродского. Ну, то есть, это идеальные девочки, которые закончили либо СПБГУ, либо МГУ. Они любят Бродского. На самом деле, девочки любят много чего другого. Но в целом, идею все понимают, да? То есть, интересы между полами разные. И это очень, как бы, круто, потому что действительно работает. Мы берем просто группы, считаем количество людей, соответствующего пола, и вводим пол как вот число от 0 до 1. И для каждой группы мы можем просто составить, если там, например, 1 — это группа мужская, если 0 — типа женская, или наоборот, неважно. Потом мы берем и считаем количество мужских и женских групп для каждого пользователя. И довольно хорошо мы можем отследить в очень большом количестве случаев всю правду про соответствующего человека. Круто, что? От языка не зависит. Покрытие, на самом деле, очень хорошее. Недостатки? Ну да, нужно есть пороговые значения с гендерно-нейтральной группой и маленькие. Так, две минутки, на самом деле. Теперь самая моя любимая, наверное, статистика. Оказывается, что даже и это-то не нужно. То есть не обязательно совершенно. Оказывается, что пользователей может быть так много, что если мы возьмем и сосчитаем количество людей с указанным полом для каждого имени и фамилии, то этого будет достаточно, чтобы для практически любого пользователя вывести пол. Просто потому что у нас там база такая большая, что все возможные мыслимые и немыслимые транслитерации, они там уже есть. Вот это контринтуитивно. И вот это вот такой big data эффект. То есть на самом деле вам не нужно ничего, кроме того, что у вас уже есть, оно у вас есть на поверхности, то есть ничего не надо делать. То есть даже при процессинге не нужно. Это сделано без при процессинге, вообще без. То есть это просто какая-то рандомная выборка. Это просто сэмпл. Если посмотреть, то очень хорошее покрытие, очень четко. То есть Наташа, Наталья на любых языках, любым просто транслитером, каким хотите. И это работает. Есть проблемы, связанные с некоторыми германскими языками, но это не наш кейс, и это можно отловить уже из интересов. Ну, гендерно-нейтральные имена и фамилии бывают одновременно редки. Что-то одно. Обязательно. Ну, вот я говорю, что германские имена, да, там, пойди разбери. А в целом ничего. Идея понятна? По-моему, довольно круто. Никакого машин-ленинга. Вообще, ну, ноль. У нас здесь все про машин-ленинг, а здесь его нет. Но это работает. Так. Ну, преимущество понятно. То есть все как бы… Да, покрытие максимально возможное. Выводы. Ну, да, берете несколько моделей. Вот NLP вообще просто не нужно. Ну, бессмысленно абсолютно. И даже можно не пытаться. А вот интересы и, соответственно, имя дают очень хорошую отзывку. То есть поразительно хорошую. И да, никакого правительства никто не нарушает. Мы все равно все знаем. Очень удобно. Мне кажется, это супер. Теперь маленькое объявление. Значит, компания Mail.ru, в общем, проект «Одноклассники» имеет такую интересную инициативу. Мы тут сделали лабораторию анализа данных. То есть если у кого-то есть какой-то проект по анализу социальных сетей, кто-то хочет что-то поисследовать, ему неохота пользоваться API. API, API, у нас, конечно, ничего, но если вы можете его не использовать, то это вообще очень здорово. Данные у нас уже какие-то есть, у нас уже что-то выгружено. Если вам вдруг интересно, то вы можете… Там будут имейлы, куда нужно писать на эту тему. То есть у нас есть кластер специально для исследователей. И люди к нам приходят и придумывают какой-то свой хороший проект. И у них, получается, появляется нормальный Hadoop-кластер, и они могут им пользоваться даже из дома. И считать, писать статьи. Мы очень любим, если кто-то придет к нам, сделает какой-то ресерч, опубликует статью на какой-нибудь конференции или в журнале. И мы будем уже очень рады. То есть не обязательно, чтобы мы с этого имели финансовый профит. Нас на это не очень интересует. А вот если просто какой-то хороший ресерч на наших данных, это уже очень-очень здорово. Поэтому кто этим вопросом вообще заинтересуется, ко мне рекомендую подойти после доклада. Собственно, это уже его окончание. И запишите, что есть на кластере. То есть кластер хороший. Каждый узел — это два Xeon, 256 гигабайт ОЗУ. То есть нормально. Узлов пока не очень много, но достаточно, чтобы… То есть такое в Амазоне арендовать очень дорого. А вот к нам можно прийти. Если интересно, то мы с радостью вам поможем. Значит, здесь моя Gmail-почта, моя корпоративная почта, то же самое, корп.mail.ru вместо Gmail, поэтому я ее тут не выписывал. По поводу общения по лаборатории анализ данных, это такой пока легкий анонс. Он будет еще неоднократный, мы будем много чего рассказывать про это. Это вот к Филиппу Фетчину можно прямо писать, если вы интересуетесь вопросом. И, соответственно, присылать идеи своих проектов, вопросы. И я уверен, что мы найдем с вами общий язык. Итак, в общем-то, все щелкнули кому надо, ну или ко мне потом подойдите. Всем большое спасибо, очень рад был вас видеть. Спасибо большое, Виталий. Есть ли еще вопросы? Есть, вижу. Виталий, спасибо, интересный доклад. Но мне показалось, что доклад был про Spark. Да. Вот, и, честно говоря, осталось непонятным, в каких случаях использовать все-таки лучше Spark, а не что-либо другое. Смотрите, я просто объясню, вот вы назвали, вы выдали нам, спасибо за ваш опыт, 1-2 терабайта информации, Spark работает. Да. Есть коммерческая база данных, которая стоит как чугунный мост, но она до 1 терабайта работает с машин-ленинг-библиотекой спокойно. Это вертика. Ну… То есть и там, вообще говоря, нет никаких проблем ее развернуть, загрузить 1 терабайт информации, обработать, получить машин-ленинг, SQL использовать. Вот если так сравнивать, вот все-таки Spark в каких случаях мы применяем? Когда у вас нет денег на мост. Нет, ну до 1 терабайта вертика я вам могу поставить за полчаса. Ну, смотрите, Spark – это открытое решение, им достаточно удобно пользоваться. Значит, просто им неудобно пользоваться, если данных реально слишком много, вы должны просто сами что-то придумывать. Вот, Spark очень хорош, даже когда вы… у вас есть просто один ноутбук, и вы не можете все сосчитать, например, в R или в Python. Если вы правильно напишите алгоритм с помощью MapReduce и попробуете сделать это на Spark, то, наверное, часов через шесть, даже, может быть, через сутки на одном ноутбуке вы что-то сосчитаете. А на Python и на R вы не сосчитаете этого никогда. Это довольно важно. И это совершенно другое мышление. Это позволяет вам, на самом деле, решать задачи в сравнительно небольших вычислительных ресурсах. То есть для того, чтобы решить задачу, то вы берете, там, не знаю, кластер из пяти узлов, решаете ее. Если вы будете решать ее на, скажем, какой-то базе данных или на какой-то технологии внутри, допустим, одной машины, то эта машина будет очень дорогой, невероятно дорогой. И в этом смысле Spark — это просто удешевление вычислений. Другое дело, что не всегда, может быть, все удобно делать на Spark. Если вы привыкли, не знаю, строить графики в Google Plot, то вы просто берете, делаете сэмпл. Все, что большое и тяжелое, вы делаете в Spark, а потом просто берете сэмпл, загружаете его, вы работаете с ним. То есть это как раз про pipeline. Spark нужен там, где вы должны быстро и сравнительно удобно и задешево, задешево в смысле вашего собственного времени обработать данные, но, может быть, не очень большого размера, а среднего размера. Spark в этом смысле это не совсем big data, это средний размер данных. Вот big data — это Hadoop. Настоящий, вот мы от Reduce, это очень-очень big. И ничего более стабильного просто нет. Спасибо. Спасибо. И давайте еще один вопрос, последний, и пойдем обедать. Есть он. Вижу. Можно вопрос по первой части? Смотрите, мы использовали отношения, ну то есть получается юзер, который стоит в группах. Да. Но с пользователей очень много. Да. Групп гораздо меньше. Почему не использовать отношения группа, в которой состоят пользователи? Можно, но это просто пример такой, можно по-разному. То есть вообще как угодно. Просто может, в втором случае, хватит памяти на мегапайдинг. А будет ли качество таким же, это вот другой вопрос. То есть только AB тестирование, там, не знаю, NDCG даже ничего по-настоящему не покажут. Вот там нужно все тестировать просто. То есть есть свои плюсы у одного подхода, у другого подхода. И в смысле scalability, ну вот это вот хорошо scalится, например, это факт. И что значит много-мало? То есть вот таким образом вы можете решить, скажем, 200 миллионов пользователей на 10 миллионов групп. Можете ли вы решить эту задачу, вот даже если вы ее перевернете на Python? Нет, не можете. Никаких шансов. Давайте еще раз поблагодарим докладчика. Коллеги, давайте вернемся сюда в 15 часов все-таки, чтобы остальную программу тоже успеть нам сегодня выполнить, прослушать. Простите, что задержал, я не виноват. Я думаю, что да, я думаю, что это было интересно. Спасибо большое. Те, у кого есть вопросы, могут сейчас к Виталию подойти и еще его помучить. Спасибо.